Еврозона Интересно Там одна из активных этих псевдолиберальных из этих испуганных патриотов тех кто убежали из России не хочу фамилию говорить не хочу популяризировать человека и там в одном интервью с грузинским политическим большим политиком с лидером сказала такую фразу что главное достижение президента любой страны должно быть уйти после второго срока было сказала мысль так человек дорогие друзья два пятилетних срока подряд нормы в конституции прописаны во Франции нормально если потом вдруг выяснится что президент пользовался определенными схемами и будет отвечать перед судом бегать по адвокатам Саркази вы имеете ввиду я имею ввиду уже Макрона Саркази уже этим живет а Макрон это только знает и Макрон понимает что в принципе политическое долгожитие это спасает иногда от определенных действий прокуратуры и обратите внимание французские политики после того как они были президентами они уходят они исчезают они не остаются в игре и в этом отношении Макрон прекрасно знает что за некоторые вещи его ждет как минимум попытка расследования прокуратуры как только у него исчезнет иммунитет вот дорогие радиослушатели Сергеенко через И Сергеенко как Иркутск и в этом отношении просьба оставляйте свои координаты где вы слушаете Еврозону где вы слушаете Вести ФМ с праздником всех вас с светлым праздником Пасхи Христос воскрес и спасибо за доверие за тех кто подписывается на мой телеграм-канал Краснодар с нами Обнин с нами Воронеж слушает в Нижнем Новгороде пекут пироги это замечательно Камчатка с нами это тоже хорошо Казань со солнцем слушает Еврозону Владикавказ на связи Кострома Севастополь Симферополь отлично Молдавия Литва Майкоп Электрогорск Пойдемте дальше дорогие радиослушатели тут разговор длинный на самом деле на несколько Еврозон потому что очень много такой интересной информации которую ну не везде прочитаешь не везде узнаешь а поделиться хочется я вот вспоминал несколько раз о тайной вечере Столтенберга с Аналиной Бербок и фразу которую произнес Столтенберг если честно есть подтверждение что Столтенберг это сказал но нет подтверждения где и с кем он в разговоре это сказал то есть это 100% слова Столтенберга и Столтенберг когда пообедался на Леной Бербок с главой МИДа Германии потом отправился к Шольцу цитата вдумайтесь в смысл того что говорит Шольц не Шольц а Столтенберг Китай говорит что хочет хороших отношений с Западом ну нормально правда сказал Китай хочет хороших отношений с Западом все нормальная фраза она ни о чем вот в то же время Пекин внимание продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт Европе со времен Второй мировой войны они не могут иметь это в обоих направлениях ну то есть хорошие отношения с Западом и разжигать самый большой конфликт паскудная твоя рожа Столтенберг сволочь ты неимоверная гаденыш ты мерзкий генеральный секретарь НАТО вот кто ты это Пекин разжигает конфликт в Европе самый большой со времен Второй мировой войны мерзость Столтенберг вот кто ты не просто так я тебя ставлю в один ряд с Человеком Бэтменом и Человеком Пауком разжигаешь конфликт ты и такая свора такая же как ты и ты мразь прекрасно понимаешь что те кто лечится в госпиталях и пробует скрыть от журналистов фотографии там уже выгнали даже санитара оказывается одного за фотографию спящего украинского солдата на плече которого была свастика вы знаете кому вы помогаете это Китай у тебя в риторике разжигает войну Китай разжигает я очень рад что Китай таким как ты бьет по сусалам политическим надает тебе Китая плеух и правильно сделает и ты абсолютный ноль Столтенберг и меня эмоционально взрывает абсолютно не твоя позиция а твоя мерзкая ложь и жить в капсуле в которой фонд мира накапливает деньги чтобы купить оружие а на самом деле оружие на 50% закупается только в США экономика Европы полностью летит в тартарары нужно договариваться с Китаем как-то потому что Россия с рынка-то ушла а Россия интересный рынок был для Евросоюза разрубать к черту северные потоки чтобы Германию утопить на самом деле России не так сильно навредили могли бы сделать лучше и хорошо и радуйтесь вы потирая руки что православный люд воюет друг с другом реально братские народы воюют друг с другом перепрошили вы братьев так славян православных что они стали зомбированными какими-то и действительно они отстаивают чьи интересы помирая американские вашингтонские я понимаю что это только говорящая голова но меня очень зацепило вот это обвинение в сторону Китая со стороны Столтенберга и вы понимаете да какая атмосфера Макрон анонсирует что он с Синь Цзиньпинем будет говорить об Украине на самом деле Шульц получил достаточно правильно политическую оплеуху и лейкопластырь ему народ наклеили тоже правильно как-то Шульц пообщался с Синь Цзиньпинем как-то и потом когда спрашивали ну вы господин Шульц вы же там были вы же поговорили о правах человека Шульц стоит сопли политические живет дальше еще раз поговорили на пресс-конференции спрашивают а вы когда говорили Синь Цзиньпинем хорошо уйгуры там Тайвань все вы обошли вы тему Украины подняли что вы там сказали значит Шульц и Синь Цзиньпинь когда говорили там был момент о применении ядерного оружия и Шульц выезжая из Германии был на уйскон журналистами а также коллегами по цеху своими я имею ввиду конечно же коалицию и это были зеленые в основном кто это начал вот эту потрясающую инициативу разговора о том где Китай перестанет с Россией сотрудничать инициативу